Всем привет! Вы попали на мой канал, Ютуб, самый быстрый способ выучения корейского языка. С вами учите корейского языка Соня. 안녕하세요! 한국어를 배우는 가장 полезный 방법. 한국어 선생님 Соня입니다. В этом видео мы с вами будем узнать вас, как соединить имена существительное в корейском языке. Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво у настоящей кореянки, то не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, друзья, давайте сначала посмотрим на сегодняшнюю грамматику. Соня 씨, 불펜하고 연필 있어요? 네, 연필하고 불펜 있어요. Итак, друзья, вы видели? Тогда посмотрите, пожалуйста, на эти два предложения. 불펜 있어요. 연필 있어요. Эти два предложения на русский переводится как У вас есть рулочка, у вас есть карандаш, соответственно. Тогда, друзья, как можно соединить эти два предложения? То есть, как можно спросить однобременно? У вас есть рулочка и карандаш, вот так. Так, это будет на корейском. 불펜 하고 연필 있어요. 불펜 하고 연필 있어요 будет. Как вы видели, мы использовали окончание 하고. 하고. 하고 используется, когда мы перечисляем предметы или людей, или когда мы передаем значение совместимости предметов или людей. Улавливаете? На самом деле, окончание 하고 имеет аналогичное значение, что и предлог с или и в русском языке. Только, друзья, здесь маленькая тонкость. Окончание 하고 чаще используется в разговорной речи, то есть в устном стиле речи. В письменном стиле речи используется другое окончание, но потом пройдем, сначала привыкнем к окончанию хагу. Договорились? Итак, поехали. Тогда, как можно использовать окончание хагу? Окончание хагу присоединяется к словам, то есть именно в существительном. Вот. Так что, если вы хотите сказать Россия и Казахстан, как будет это на корейском? Это так легко и просто. Россия, вы уже знаете, это будет Ло-Си-А. Если вы не помните, я под видео оставила ссылки в видео, вы можете посмотреть. Ло-Си-А. А Казахстан? Ка-자-хы-сы-тан. Казахстан. Вот. Тогда Россия и Казахстан, как будет на корейском? Вот. Ро-Си-А-хагу Казахстан. Ро-Си-А-хагу Казахстан. Так просто, ребята, улавливайте. Тогда, друзья, как можно сказать ВТС и Блэкпинк? Это будет на корейском? Ро-Си-А-хагу Блэкпинк? Ро-Си-А-хагу Блэкпинк? Улавливайте. Тогда, друзья, как можно сказать Суббота и Воскресенье? Суббота и Воскресенье, это на корейском? ТО-Ё-ИЛ-хагу Ирю-ИЛ. ТО-Ё-ИЛ-хагу Ирю-ИЛ. Так просто. Тогда Максим и Света, как будем на корейском? Это на корейском. Максим-хагу Света. Максим-хагу Света. Света на корейском. Тогда Кофи-Вода. Как можно сказать это на корейском? Так просто. Коп-пи-хагу Бл. Коп-пи-хагу Бл. Так просто. Улавливайте. Тогда продолжим упражняться. Тогда, друзья, а как можно говорить У меня есть время в Субботу и Воскресенье? Так легко и просто. Вместе попробуем. Это уже в просторичном стиле. Вы можете вот таким образом говорить с друзьями или очень близким людям. Улавливайте. Здесь почему ДАНЫН нет? Потому что в корейском языке подлежаше, особенно Я, часто сокращается. Мы уже прошли. Вот. Тогда, друзья, как можно сказать Я люблю ВТС и Блэкпинк. Это предложение на корейском будет. Вместе попробуем. 저는 BTS 하고 Блэкпинк Ры Чуа Хе Будет. Или вы можете вот таким образом говорить BTS 하고 Блэкпинк Ры Чуа Хе Просто так. Легко и просто. Улавливайте. Умница. Я просто восхищаюсь. Тогда, друзья, как можно сказать Максим и Света живут в России? Это предложение на корейском будет. БАКСИМ ХАГУ СВЕТАНЫН РОСИЯЕ САРАЮ Уже в вежливо-неофициальном стиле. Да. Улавливайте. Да, я верю. МАКСИМ ХАГУ СВЕТАНЫН РОСИЯЕ САРАЮ Так просто. А тогда, друзья, как можно сказать Я пью кофе и воду вежливо-неофициальном стиле. Это в изно-корейском. КОППИХАГУ БУРЫЛ БАСЬОЮ КОППИХАГУ БУРЫЛ БАСЬОЮ Будет. Улавливайте. Вы умницы. Я просто восхищаюсь. А тогда, друзья, так как вы все поняли, я вам расскажу больше. На самом деле, окончание ХАГУ часто используется со словами ГАТЦИ или ХАМКЕ, которые означают ВМЕСТЕ. А если вы прибавляете ГАТЦИ или ХАМКЕ к окончанию ХАГУ, то вы можете выразить ВМЕСТЕ С ЧЕМ? ВМЕСТЕ С КЕМ? На корейском. Давайте посмотрим примеры. Если вы хотите сказать Я со своей собакой гуляю. Это предложение на корейском будет ГАНГАДИ ХАГУ ГАТЦИ САНЧЕ КЕЮ Или вы можете вот таким образом говорить ГАНГАДИ ХАГУ ХАМКЕ САНЧЕ КЕЮ ГАНГАДИ ХАГУ ГАНГАДИ ХАМКЕ САНЧЕ КЕЮ Вот так. ЛАВЛИВАЙТЕ Тогда как можно говорить Госпожа СОНЯ ЕСТЬ МЯСО С КАРТОФИЛЕ Это предложение на корейском будет ВЕЖЛИВОНЕ ПО ЦЕНОМ СТИЛЕ Попробуем СОНЯ СИНЫ ГАМЗА ХАГУ ГАТЦИ ГУГИРЫ МЕГОЮ СОНЯ СИНЫ ГАМЗА ХАГУ ГАТЦИ ГУГИРЫ МЕГОЮ Вот. ЛАВЛИВАЙТЕ Так просто. Тогда, друзья, это уже мечта. Как можно говорить это предложение? Я С ГОСПОДИНОМ ЧУНГУК ГОСПОДИНОМ ЧУНГУК ПОЮ Это предложение на корейском будет ЗОНЫН ЧУНГУК СИ ХАГУ ХАМКЕ НОЛЕ ХЕЮ Или вы можете вот таким образом говорить без ЧУНГУК СИ ХАГУ ГАТЦИ НОЛЕ ХЕЮ Вот так. УЛАВЛИВАЙТЕ Так просто. Итак, друзья, тогда на этом я заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой или вам понравилось видео, не забудите подписаться и поддержать меня лайком. Так что, целую! ПОМОННАЮ! АННЯН! АННЯН! Продолжение следует...